Приветствую вас. Написали вы очень много. Я бы сказал, что по тексту у вас есть какая-то, знаете, безнадежность, что ли, может быть, потеря веры в что-то лучшее и так далее. И это, конечно, не мудрено, в вашей ситуации действительно очень трудно. Поскольку у вас много текста, то, естественно, можно разбирать текст по смыслу, то есть каждую буквально фразу разбирать. Можно заострить внимание на каких-то отдельных деталях. Я думаю, что мы сделаем с вами первое, потому что, ну, все-таки, знаете, если начать говорить о моем впечатлении от вашего сообщения, если говорить о том, что можно вам порекомендовать в этой ситуации, и если говорить о том, что вам делать и в чем ваша проблема, то можно достаточно в разнобойстве это написать, описать, точнее. Ну, во-первых, во-первых, значит, во-первых, вот, первая проблема, в которой мне видится, это то, что вам хотелось, очень хотелось влюбиться и встретить своего человека. Вот это вот ваше желание влюбиться, встретить своего человека, оно понятно. То есть я понимаю, почему оно у вас есть, это желание. Но правда заключается в том, что именно потому, что вы хотели встретить своего молодого человека, встретить, точнее, того самого человека, вы попали вот в такую вот, можно сказать, я могу, можно сказать, ловушку сейчас. Потому что вы оказались по сути в зависимости от этого человека. И это, безусловно, нехорошо для вас. Это, безусловно, вам очень вредит. Давайте подумаем. А вот, почему вас не насторожило, когда мужчина начал говорить о том, что у него там чужая квартира, что он не очень сильно, не очень хорошо зарабатывает и так далее. Почему вас не насторожило, когда мужчина начал определять к вам претензии, проявлять эгоизм? Почему это все вас не насторожило? Вы на что-то, наверное, надеялись. Я так думаю, что вы надеялись на то, что мужчина сможет вам дать вот все то, что вы хотели. То есть вот от самого любви и спасет вас от одиночества. У вас еще в первом браке, значит, в первом браке, была некоторая зависимость еще от первого мужа. Как я думаю, в контексте того, что три года вы содержали человека, который страдал алкоголизмом и наркотиками. То есть три года вы терпели, терпели его такое поведение. Ну, наверное, у вас были какие-то основания для того, чтобы это терпеть. Наверное, у вас были какие-то для этого стимулы, какие-то у вас были цели. Но, тем не менее, вот то, что заставляло вас терпеть в первом браке, потребительское отношение к себе, теперь же заставляет вас терпеть и во втором браке такое же потребительское отношение к себе. И здесь, я думаю, всему причиной то, как вы понимаете ответственность. А ответственность вы понимаете так, что если что, вы все готовы брать на себя. Все, вплоть до самопоцердивания, вы готовы брать на себя. И воспитание чужих детей, и обеспечение хозяйства, и все. Мужчина понимает, что может свалить на вас большую часть проблем. И вот здесь, как раз, на мой взгляд, и кроется ваша основная беда. Нужно четко ограничивать, ограничивать то, что вы готовы сделать, делать для мужчины, и то, что вы для мужчины делаете не готовы. Потому что вот такие ситуации, они будут повторяться вновь. И у нас человек видит, что может повесить на вас часть своих забот, часть своих обязанностей, и продолжает это делать больше, 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 больше и больше. Почему мужчина так себя вел, а потом начал постепенно... Почему мужчина хорошо себя вел в начале, а потом начал постепенно менять свое отношение к вам? А, ну, скорее всего, он увидел, что вы уязвимы. И интуитивно понял, что вам нужно. И он считал, что вы сможете быть с ним. Просто потому, что вы нуждаетесь в чем-то, он вам это что-то готовит дать, и, в общем-то, все у вас будет хорошо. И вы, чтобы это не потерять, вы будете терпеть вот все его вот эти вот претензии, все его вот эти вот притяжания. Ну, понимаете, нету с его стороны любви, как бы ковой. Есть с его стороны, знаете, вот какие-то поступки, какие-то поведенческие модели, которые, как бы говорят, вот если что-то в моих интересах, то я это сделаю, а если что-то не в моих интересах, то я этого делать не буду. И вот мужчина что-то для вас делает, когда это в его интересах, ну, а в ваших интересах он ничего не делает. И вот самое ужасное в этой ситуации то, что так и будет продолжаться дальше. То есть реальных изменений не будет у него по отношению к вам. К сожалению. Почему? Потому что нет нужды. У мужчины нет нужды меняться для чего-то. Меняться, например, ради вас у мужчины нет нужды. А зачем? Вы и так делаете все, что в ваших силах. Ну, по-по-по-итнически расстраиваетесь и забудете. Мужчины не верят сейчас, что вы от него уйдете. Мужчины не верят, что вы готовы жить без него. Более того, мужчины, скорее всего, считают, что вы к нему привязаны и что вы будете с ним, что бы ни случилось. Ну, вот до сих пор, пока он так думает, у вас и будет вся эта ситуация длиться. Пока у мужчины нет, еще раз повторю, причин для того, чтобы меняться, он и не будет этого делать. И ожидать от него этого не стоит. Далее вы описываете череду событий, где он вас с детьми, своими знакомят, и вообще у вас очень много описаний о событиях. События, 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 события. В этих событиях прослеживается несколько основных моментов. Первый момент – это момент, что мужчина постепенно взваливает на вас все больше и больше обязанностей. Второй момент – это то, что мужчина пытается знакомить вас со своими детьми и перевесить на вас обязанности по заботе о них и воспитанию. В-третьих, вы вредите своему сыну. В данном случае у вас на первом месте все-таки сходствий. И в сосредствиях вы постепенно осознаете и чувствуете, что у вас некоторая безысходность в том, что вы делаете. Безысходность действительно есть, потому что вы не видите выхода из ситуации. Мужчина своего поведения не меняет, а вы видите, что он так и будет себя, скорее всего, вести дальше. Вы знаете, что он вряд ли изменится. Но вам такая жизнь не устраивает саму, что вы чувствуете, что просто можно сломаться. Это действительно так. Значит, что вам делать в этой ситуации, я скажу так. Во-первых, вот эти моменты, которые я описал вам, то есть, все-таки разграничение обязанностей между вами и мужчиной. Во-вторых, намек ему на то, что его дети, это, в конце концов, его дети, что вы его детьми заниматься как бы не совсем обязаны. То есть, да, вы это делаете, конечно, это понятно, но вы не обязаны этого делать. Его дети, это, в конце концов, его дети, у вас свои дети теперь есть. Дальше. Вам нужно жить для себя. То есть, мужчина, который у вас есть, и первый, и второй мужчина, они оба не давали вам во множестве жить для себя. Сколько-нибудь для себя. То есть, вы с ними играли роль, или лучше сказать, не играли роль, а выполняли роль жены, выполняли роль хозяйки, но никак вы не были с ними женщинами. А женщины не были потому, что вы сами себе не позволяли быть ею. Вы готовы принять то, что вам мужчина навязывает. Ну, а из-за этого полное отсутствие какой-либо возможности быть женщиной и реализовывать свои какие-то потребности. То есть, вы не живете, по сути дела, для себя. Вот это большая проблема. Вы не живете для себя. Вы живете для своего мужа, для своих и его детей, но для себя вы не живете. Вот пока это будет происходить, нельзя говорить о том, что у вас что-то получится хорошее, и вы будете удовлетворены. Ну, не можете вы быть удовлетворены, по той простой причине, что вы для себя ничего не получаете из этого. И отсюда мы с вами, я надеюсь, мы с вами намечаем, намечаем некий такой уже образ того, что нам нужно с вами делать. Такий образ того, что вам нужно предпринять для того, чтобы решить вашу проблему на сегодняшний день. То есть, мужчину с его детьми от предыдущих брак нужно оставить с ним. От него вам нужно абстрагироваться. То есть, вот вы ушли, совершенно правильно сделали, или мужчина перешел все границы. Заботится только о тех детях, которые принадлежат вам, которые с вами трону в родства, там другого выбора у вас нет. Мужине сказать, что если он не начнет вам помогать, зарабатывать и поддерживать, вы с ним будете разводиться, требовать с него алименты и прочее, прочее, прочее. По сути, у вас другого выбора нет. Это в том, что касается конкретных действий и по поводу того, что вам нужно делать. Если говорить о больше психологической стороне вопроса, то я бы вам порекомендовал бы поработать над личными границами, поработать над тем, кем вы хотите быть, кем вы видите себя, поработать над своим женским поведением, над своим достоинством, над своим самовнением, над самооценкой, над уверенностью в себе, над тем, чтобы больше внимания уделять именно себе, самой, и над тем, чтобы в большей степени понимать, что вам нужно от мужчины. То есть, что вам должен, по вашему мнению, давать мужчина, а что вы ему также должны давать. Потому что вы даете мужчине все, что у вас есть, мужчина вам ничего не дает особо, только то, что граничит с его интересами, а вы с собой жертвуете. Вот жертвовать с собой как раз не надо, потому что когда вы жертвуете, вы действуете себе в ущерб. Если вы действуете себе в ущерб, мужчины и окружающие люди видят, что вы это делаете, и понимают, что на вас можно использовать. Определить себе, также подкорректировать образ мужчины, который вам вообще нужен. Потому что мужчину вы выбираете, ну, явно тех, которые относят к вам потребительски. Чем это вызвано? Детско-радическими отношениями, какими-то страхами, чем-то еще нужно разбираться. Из вашего текста это не совсем понятно. Ваш муж, ваш настоящий муж, то есть тот, который есть сейчас, откровенно уже наглеет, откровенно уже приходит за границу, он вас бьет, оскорбляет и так далее. Это, конечно, недопустимо. Вот, в принципе, то, что вам нужно делать. То есть на предыдущих условиях возвращаться к нему не стоит никак. К мужчине нужно доказать, что он изменился, мужчине нужно показать, что он может зарабатывать, что у него есть стабильная работа, что он может помогать вам обеспечивать такое большое количество детей. Детей, кстати говоря, вы совершенно не обязаны воспитывать и заниматься его детьми. Почему вы это позволяете, опять-таки непонятно. Может быть, что-то боитесь, может быть, чувство вины, может быть, чрезмерная ответственность. В любом случае, это что-то идет из детства. Что вам добавить еще? Ну, вы знаете, у вас очень много текста, но этот как бы текст описывает, знаете, в хронологическом порядке определенные события. События ясные. А вот где в этом, в этом вообще вы, недостаток понятно. Где ваши отношения? На мой взгляд, на мой взгляд, вы здесь только в том, что, ну, во-первых, что вы спорили с мужчиной, но, правда, без толку, что вы ушли от первого мужа и словом хотели бы влюбиться, ну, просто влюбиться и встретиться с его человеком, в свою вторую половинку. Для чего, зачем? Непонятно. То есть, да, конечно, любой человек хочет любить, любой человек хочет быть любимым, это понятно, но этого нельзя хотеть. Потому что, когда человек этого хочет, видеть, что он создает такой идеальный образ своей второй половинке. И вот этот мужчина на какой-то момент стал этим самым образом, который вы, вероятно, себе представляли. То есть, вот это вот ваше, значит, вот это вот ваше, когда вы пишете, что он шуток, что он выслушивал вас, утешал, в общем, это все именно то идеалистичное представление о нем, в котором вы нас ждали. Когда же начались какие-то реальные проявления, вам стали открываться на него глаза, но вы почему-то от него не отдали. При этом, помянуя, помятуя точнее о том, какой у вас был опыт взаимодействия с первым мутом. Вот этот момент, если честно, не ясен. Почему так? Непонятно. Дальше вы очень хорошо проявляетесь в том, значит, что Прошу прощения. Вы проявляетесь в том, что говорите, что расстраиваетесь, расстроились, когда узнали, что беременна. Это понятно. что вы расстроены, да, но непонятно, почему вы решили оставить ребенка. Вы пишите, счастье, ребенок счастье, аборт, это тяжкий грех. Ну, судя по тому, что вы пишите, грех, полагаю, вы же человек верующий, и это значит, что у вас есть вера. Человек, который верит, у него есть все-таки система ценностей, и давайте подумаем, насколько в эту систему ценностей вписывается то, что вы все вот здесь пишете. То есть, насколько вписывается в вашу систему ценностей то, что мужчина вам вообще не помогает. Он только делает, что предъявляет претензии, обижается. Например, насколько в вашу систему ценностей вписывается то, что вы Вы же постоянно жертвуете собой. Я вам это всё говорю не для того, чтобы вас обменить на самом деле. Я вам говорю, чтобы вы в большей степени думали о себе. Складывается такое ощущение, что вы о себе не так и много и думаете. Складывается ощущение, что вы вообще о себе особо не думаете. Складывается ощущение, что вы по большому счёту живёте только для других людей. Ну, это не совсем правильно, и, скорее всего, это модель поведения. И с детства вам её привели родители, вам это кажется наиболее правильным. Нужно научиться своё поведение менять, нужно научиться перенаправлять его по большому счёту на себя, и чтобы производным поведением, направленным на себя, были дети, мужчины и всё прочее. Вам нужно любить себя. вот это то, что мне хотелось вам сказать. Ну, извините, если мужчина на рост средов не дарит, да, вы не оплачиваете ресторан, но это о чём-то говорит. И нужны и нужны достаточно серьёзные основания для того, чтобы быть с этим мужчиной. Нужны серьёзные основания, чтобы с ним продолжать хотеть строить какое-то совместное будущее. Попробуйте представить себе, какое будущее вас ждёт с этим мужчиной, какое будущее вас ждёт с первым мужчиной, с первым мужчиной. И вы, наверное, увидите много сходных черт. И вот именно вопрос заключается в том, почему вы выбираете таких мужчин, которые целиком и полностью перескладывают на вас всю ответственность. Может быть, вы сами стремитесь к этой ответственности. Может быть, вам нужно учиться быть слабой. Может быть, вам нужно учиться позволять мужчинам что-то для себя делать изначально, а не брать сразу всё в свои руки. Может быть, по хозяйству вам нужно опять-таки проявлять слабость и говорить, что ты же мужчина, тебе нужно что-то делать и так далее. Тут уже нужно разбираться. Но я думаю, что есть проблема в самооценке, есть проблема в уверенности в себе, есть проблема по модели женского поведения, есть проблема как бы вот в том, что вам, в том, как вы относитесь к мужчинам, как вы видите их. В этом проблема, я думаю, есть. Вот с ними, с этими проблемами и нужно разбираться. В принципе, направление вам не одно, рекомендации по поводу того, что делать, но всегда. что вы можете сделать самостоятельно без обязательной помощи специалистам. Значит, смотрите. Во-первых, так. Вы работаете, вы сами себя обеспечиваете, у вас есть вообще, то есть вы достаточно самостоятельный человек. Раз так, раз вы самодостаточный человек, самодостаточный человек, то возникает вопрос. Для чего вам мужчина? Мужина, понятно, для секса, но без секса прожить в принципе можно. А для чего еще? Для того, чтобы это был человек рядом, чтобы он разделил с вами вашу жизнь и так далее, и так далее, и так далее. Давайте подумаем, какой человек может разделить с вами вашу жизнь. Какой человек может действительно дать вам то, чего вы хотите, а вообще, чего вы хотите. Понимаете? И самое главное, нужно для себя очень четко определить, что то, чего вы хотите, не является обязательным, не является критичным. Вы в этом не будете зависеть от другого мужчины. И подумайте теперь о том, что вас держит рядом с вашим бывшим мужем сейчас. То есть после всего, что он вам сделал, вы еще не знаете, как вам поступать. То есть вы, получается, еще достаете ему шанс на что-то. Ну, вот знаете, после этого всего, ну, наоборот, 1 год подавать и больше никогда ему не доверять. Но вы продолжаете давать ему второй шанс. Вопрос заключается в том, почему вы это делаете. Вот это я и хочу вас спросить. Дальше. Значит, мужчина делит своего сына. Ну, в общем, здесь понятно все это, значит, понятно. Вот, ну, в принципе, наверное, все. На этом можно закончить, Юлия. Понимаете, слишком мало в этом тексте вас, я бы так сказал. Очень много хронологии событий, которые что? Которые что? Которые вы хотите, чтобы мы проанализировали или что? Вы его любите. Вы любите мужчину, да. Но, понимаете, он все любовь как бы односторонне. Потому что вы для него делаете все, а для вас ничего. Вы это знаете. Мужина вас толкает, оскорбляет, унижает, всячески использует. Вы все равно его любите и все равно хотите быть с ним. Значит, у вас нет зависимость какая-то от него, получается. То, что вы не можете дать ему понять, что он может вас потерять. Вот почему у вас это зависимость, в чем вы от него относите зависимость, что вы боитесь потерять, вот об этом и нужно разговаривать с вами. Я могу поделать предположение, но вам нужно ответить на этот вопрос самостоятельно, самой ответ, расформировать, самой его вынести на обсуждение за специалистом, и вот его, этот ответ уже нужно разбираться. Потому что, что бы вы ни сказали, какой бы ответ мы ни сформировали, это ваше иллюзорное, искаженное представление о том, что вам грабит в случае, если вы расстанетесь с этим мужчиной. Потому что, по факту, по факту, и ваши дети страдают, именно ваши дети страдают от того, что вы такая несчастная. И вы страдаете, а мужчина, мужчина видит, что вы страдаете, страдаете и видит, что вы все это терпите, он не будет вас больше уважать. Вот, в принципе, и все, что я хочу сказать. Понимаете, вы человек, который привык работать, который привык практически смотреть на вещи, который привык делать. Ваш муж, по крайней мере, второй, он мечтает, он мечтает. Мечтать не запрещается, конечно, мечтать не вредно, как говорят. Но, простите, пожалуйста, мечты не должны вредить телу, мечты не должны вредить работе, мечты не должны вредить семье. А они вредят, по крайней мере, вашей лучшей. И вот возникает вопрос, почему и ради чего ваш муж, настоящий муж, позволяет своим мечтам вредить вам, вашим детям и вашей семье? И самое главное, насколько он думает о вас в этот момент? Насколько он вообще о вас думает? И стоит ли быть человеком, который о вас, вообще-то говоря, не думает? А если стоит, то ради чего? И если есть ради чего с ним быть, то насколько это, то ради чего вы с ним достойны вот всех этих страданий, которым вы подвергаетесь. Ну вот, я думаю, на этом можно закончить. Честно, можно много еще, наверное, говорить. Я не думаю, это хорошая идея. Моменты я вам и описал. Значит, что делать? Вы примете решение самостоятельно. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если вопросы какие-то остались, пишите в личку. Помогу вам, с радостью помогу. Всего вам доброго и удачи!